Я вообще не ожидала, в машину когда посадила, так спокойно. 20 и 21 апреля в приюте для собак в селе Цыгута прошла бесплатная для бездомных собак и льготная для домашних питомцев стерилизация. Эту долгожданную и гуманную акцию организовали администрация Сухума и зоозащитная организация Добрый город. С раннего утра волонтеры везли собак с таких мест, как Центральный рынок, Набережная столица, Новый район и Старый поселок. По словам волонтеров, в этих местах количество собак увеличивается ежемесячно. Именно там жители нашей страны оставляют потомство своих собак. Собак мы привезли с набережной Сухума, с Турбазы, Новый район. И что я могу сказать, стерилизация нам очень нужна. Благодарны администрации города за эту акцию. Мы бы хотели, чтобы получилось все, и чтобы эти акции вошли у нас на постоянную основу, потому что нам очень нужно сокращать популяцию бездумных животных. А по-другому никак, это единственный гуманный способ. Жительница Сухума Екатерина Абасова привезла на льготную стерилизацию двух собак с улицы Чанба. По ее словам, их выбросили еще щенками. Волонтер их подкармливала и следила за ними, как могла. Узнав об акции, не раздумывая, позвонила представителям зоозащитной организации Добрый город и записала собак на операцию по стерилизации. Об акции узнала из интернета, потому что следила за этим. Сейчас проходила большая акция по стерилизации в Гагре. Я давний друг всех приютов и бездомных собак. Мы волонтерим. Ну, это не волонтерство, это по состоянию души, потому что, когда вот такие вот несчастные ходят по городу, сердце кровью обливается. И нужно с этим что-то делать. Многие говорят, что нужно убрать бездомных собак, но тогда мы захлебнемся в шакалах, крысах и прочем безобразии. У нас чанба, конечно, это просто ад какой-то, потому что собаки появляются каждый день. И если не стерилизовать собак, то от этой проблемы мы не уйдем. Мы не уйдем от боли, от горя, от несчастных голодных глаз. Поэтому я очень благодарна и нашему фонду «Добрый город», и администрации города, и мэру нашему. Насколько я знаю, у него, по-моему, тоже собака из бездомных была, потому что в Афоне меня просили пристроить собаку. Я выставила объявление, а через сколько-то времени узнала, что ее забрал мэр города наш. Поэтому, если я не ошибаюсь, ну, по-моему, не ошибаюсь. Поэтому вот их надо куда-то, что-то с ними нужно делать. Мы их кормим, как можем, обрабатываем, но нужно уходить. Цивилизованный способ должен быть. Мы же люди, мы взрослые, мы умные, мы разумные, мы хотим жить в стране души. Поэтому в стране души не место голодным, несчастным и больным. Стаффарда Хлою хозяйка Лали Гогия привезла на стерилизацию. Пока ожидали своей очереди, она рассказала, что как только питомец появился дома, было принято решение об операции. Плодить щенков и мучить свое животное, как многие, я не собираюсь, добавила Лали. У нас такая проблема в Абхазии, конечно, есть. И я считаю, что нужно стерилизовать и побольше таких акций делать, чтобы не было бездомных собак. Всего населения большое, огромное спасибо. Я думаю, что администрация, это не первый раз, а будет и в дальнейшем устраивать такие акции. Я считаю, что это благое дело вообще для нас. И спасибо огромное от всех. Провела стерилизацию квалифицированный врач из Сочи Олеся Коротич. Ветеринар рассказала о необходимости стерилизации в первую очередь для здоровья самого питомца. Помимо нежелательного потомства, стерилизация – это профилактика ряда болезней, в том числе венерических и онкологических заболеваний. Стерилизованные животные – это здоровье собаки и продолжительность жизни у них дольше. Если собаку стерилизовать до первой течки в возрасте 4-6 месяцев, 95% того, что не будет рака молочной железы. Если собаку не стерилизуют, и собака течет регулярно, два раза в год или, может, реже, смотря физиологии собаки, у них случаются ложные щенности, это может спровоцировать сахарный диабет. Если и таких собаки, когда подвергаются стерилизации, то этот сахарный диабет излечивается без применения инсулина. Роды для собаки – это большой стресс. Не все собаки могут разродиться. Очень часто в моей практике – это кесарево сечение, это всё миф, что собака там пошла, где-то родила и побежала дальше жить счастливой жизнью. Щенки сосут молоко, вымывается кальций у животного, это патологические переломы и дальнейшие проблемы со здоровьем животного. Но стерилизованная собака – это не только здоровье собаки, это ещё безопасность для самого человека. Это нет бездомных собак. И очень важно стерилизовать именно домашних животных, потому что бездомные собаки на улице сами по себе не появляются, не рождаются где-то в лесу, с неба они тоже не падают. Это не стерильные собаки, которые родили, их благополучно щенков вынесли в коробочке, где-нибудь поставили с гуманными, конечно же, целями. Нет, здесь очень хорошее место, приют вообще идеальный, большие вольеры, место операционное очень хорошее, расходный материал хороший, нитки. Тут работай и работай, стерилизуй, но начинать надо с домашних, конечно. Так, за два дня совместная акция администрации Сухума и зоозащитной организации «Добрый город» принесла весомые результаты. 48 собак были простерилизованы. Представители «Доброго города» отметили, что из-за полной записи были вынуждены отказать более 30 желающим простерилизовать своего питомца. Волонтеры и зоозащитники выразили надежду на дальнейшую поддержку администрации Сухума в проведении льгодных акций. Ведь только стерилизация – единственный гуманный способ сокращения количества бездомных собак на улицах столицы.